Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейдин Лайв. Сегодня среда, 14 июня, время 21 часа 1 минута в Киеве, такое же время в Москве, и мы начинаем прямой эфир. Пригожин против всех, так мы его назвали. А у нас сегодня в гостях Владимир Осечкин. Володь, приветствуем тебя. Вечер добрый, Марк, и приветствую твоих уважаемых зрителей и подписчиков. Всем здравствуйте. Ну, сегодня у Владимира Осечкина день рождения от имени канала Фейдин Лайв, от своего имени, от имени Юлия Латынина. Я только что у нее был эфир, я там сегодня выступал. Поздравляем тебя с днем рождения. Тебя 42 года, что ли, исполнилось, да? Спасибо, да. Попасно. Молодежь. Хорошо. Нас почти 10 тысяч смотрит нас, 3,5 тысячи поставил лайки, я вам недостаточно. С учетом дня рождения Владимира Осечкина, вы должны, во-первых, поставить лайки, обязательно ссылки на этот эфир, разместить своих аккаунтов в социальностях группах, обязательно подписаться на канал Фейдин Лайв и в описании к этому видео по имени Владимира Осечкин в день рождения, подписаться и на его канал. Гулагу нет, в ютюбе тоже. Ну что же, а мы приступим к обсуждению. Несмотря на тот день рождения, мы знаем, что мы тебя оторвали там от друзей, гостей и так далее. Тем не менее, разговор у нас будет серьезный, касается Пригожина и его положения в контексте всех последних событий, да, которые вот мы и должны с тобой сегодня обсудить. Давай начнем вот с чего. Сегодняшняя история с якобы убийством Делимханова. Сейчас уже опровергнута Кадыровым и, в общем, других свидетельств, что Делимханов погиб в результате обстрела где-то в Приморске, там, база Ахматы, ну, пока нет. То есть, если бы мы увидели другие свидетели, мы бы посчитали, что Кадыров, значит, как-то опять троллит, играет и так далее, но ничего другого нет, поэтому мы исходим из того, что это действительно не произошло, что это какая-то там, не знаю, Псо или кто-то чего-то там поспешил, ну, такое бывает, налево-направо, ничего в этом такого нет, но тем не менее, как ты оцениваешь, имеет ли это хоть какое-то отношение к конфликту Кадырова и Пригожина, который накануне как раз Делимханов, я тебе напомню, ты это помнишь, очень хорошо, записал видео, там, Женя, приезжай, мы тебе объясним, как Ахмат, ему ответил Уткин, реальный военный командир, собственно, ЧВК Вагнер, и потом как бы это все пошло, сошло на нет, ну, типа, мы договорились, созвонились с Кадыровым, сказал Пригожин, и как бы, чао. Одновременно с этим я тебе сразу набрасываю, вдруг, значит, объявил Минобороны о подписании до 1 июля, тут осталось две недели, всех контрактов со всеми добровольцами, там, контрактниками ЧВК и так далее, на что все согласились, даже показали Ахматовцев, которые подписывают эти контракты, а Пригож говорит, нет, я подписывать не буду, и вчера буквально Путин на встрече с так называемой военкорами говорит о том, что, мол, типа, да, так и надо, все, это со мной согласован, ну, я утрирую, да, что он знает об этом, что надо подписывать социальные гарантии. И сегодня уже Пригожин сказал, что не будет, все равно, несмотря на требования Путина это делать, как-то это все в контексте всех событий и конфликта Кадырова с Пригожиным и вот этого странного покушения или там убийства, в кавычках, Дилимханова и заявлений, значит, Минобороны, соответственно, о контрактах, и Путин, ты оценишь, давайте я послушаю. Ну, первое обстоятельство очень важное. У Евгения Пригожина в окружении есть несколько генералов, которые имеют огромный массив информации о здоровье, о состоянии здоровья, о ситуации с Владимиром Путиным и о том, что в ближайшее время, в ближайший год будет происходить в Кремле, около Кремля. Очевидно, что он имеет инсайды о подготовке транзита власти, тот же самый ФСОшник, бывший телохранитель Владимира Путина, который до последнего был заместителем директора Росгвардии и начальником ГОСБ у Золотова, это генерал Роман Гаврилов, он перешел к Евгению Пригожину. Точно так же, как еще несколько генералов, которые так или иначе связаны с Минобороны и силовым блоком, в любом случае инкорпорированы в группу компаний Евгения Пригожина, прекрасно понимая, что он управляет достаточно большими денежными потоками, связанными с золотом, с алмазами, с добычей всего этого в Африке. Он вывел из бюджета Российской Федерации более 145 миллиардов рублей по контрактам с Минобороны. И, соответственно, у Пригожина, в отличие от нас с тобой, есть больше информации, они понимают, что ситуация с Путиным, она близка к финишу. Я уж не знаю, в каком именно ключе это будет разыгрываться. И именно поэтому Пригожин в данном случае заявляет себя как самостоятельный игрок, который не готов подписывать контракты с Министерством обороны, не вставать в систему, выстроенную государством в плане вооруженных сил и группировок. Это вызов, это вызов системе, плюс его регулярные ежедневные поездки по регионам, уже начавшаяся его де-факто предвыборная кампания, где он набирает в свою команду тех людей, которые в регионе сегодня не встроены в то, что представляет собой Единая Россия и то, что создана администрация президента. Частично они пытаются под себя подобрать определенные маргинальные слои, играя на каких-то националитических чувствах, на противостоянии, противодействии с чеченцами и так далее. Поэтому здесь у него ярко выраженный случился конфликт и с Шойгу, и с администрацией президента. И понятно, что нынешняя бюрократия, нынешняя власть, они хотят его либо встроить в систему и, соответственно, лишить контроля Чивака-Вагнер, либо у них есть план Б. План Б – это то, что в отношении Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина, Андрея Трошева, Владимира Китаева и других командиров, которые так или иначе связаны с Чивака-Вагнер, уже на данный момент по информации наших источников есть материалы на более чем 20 уголовных дел. Некоторые из этих уголовных дел могут для них закончиться вообще пожизненным сроком лишения свободы. В том числе речь идет об опрошенных более 40 бывших вагнеровцев, которые дают достаточно подробные и последовательные показания, как внутри Чивака-Вагнера была создана система, когда россияне расстреливали россиян, которые отказываются воевать. А извини, здесь уже упомяну в прямом эфире, это часть вторая статьи 105 Уголовного кодекса, вплоть до пожизненного срока лишения свободы. Поэтому здесь Пригожин сейчас играет ва-банк. Он не стал возвращать большую часть своих основной костяк Чивака-Вагнера, своих наемников в Россию. Они их держат в лагерях слаживания в Луганской области. Почему именно там? Потому что, с одной стороны, это дает им безопасность от тех же прилета Хаймерсов и от столкновения с ВСУ, потому что Чивака-Вагнера бескоровлен. А с другой стороны, если они сейчас попробуют переместиться уже на территорию Российской Федерации, их однозначно будут разоружать еще на границе. Дальше они все разбредутся, разъедутся по домам, по деревням. И де-факто уже Чивака-Вагнер перестанет существовать, останется только офис Пригожный. Поэтому пока вот они бравируют, и пока он всячески старается здесь показать, что он что-то из себя представляет. Насколько я понимаю, судя по информации источников, его эта история треск, который лопнул. То есть в любой момент могут быть отданы приказы, не знаю, когда это случится, там завтра или 2 июля, или там 14 июля. Но в один момент бульдозеры в считанные сутки сравняют с землей палаточный лагерь и лагерь подготовки Чивака-Вагнера в Краснодарском крае. И все, и Чивака-Вагнер перестанет существовать. А дальше, еще раз подчеркну, есть целый ряд материалов, которые в любой момент по щелчку пальца могут быть превращены в уголовные дела с соответствующими обысками, задержаниями и так далее. Как сейчас сманеврирует Пригожин? С кем из генералов на Лубянке и из администрации президента он поделится какими-то офшорными деньгами в криптовалюте и акциями, собственностью, которую они нажили в Африке? Большой вопрос. Если ему удастся сманеврировать здесь, он вырулит из этого крутого пике. Если он по-прежнему будет строить из себя генералов, вырулит из себя, то для того чтобы он будет вернуться, он будет милей. Потому что процесс министра обороны, то есть, как он с ним работает. То есть, значит отношения с суровикиным тоже не секретный он сам постоянно называет его имя возможно стоящие за ними братья ковальчук и юрий ковальчук и так далее о которых тоже слухи ходили киркин и озвучивал другие западной прессе об этом звучало что там чисто питерские отношения еще с питера так сказать пригожина есть некая такая связь историческая и так далее значит ли это что пригожим действительно одиночка или же может быть как раз таки параллельно с тем что ты говоришь генералитет перебирается в чего коварно с учетом этого перспективы то ли транзита то ли чего то еще и поражение в концертной войне кто еще может быть на связи с пригожи нам может быть не вниз а вверх имеется ввиду все эти генералы естественно принимают первенство пригожина а ведь есть люди которые наоборот им пытаются управлять почему нет повыше находящиеся институционально это очень правильно упомянул именно ковальчуков именно их юристы выстраивали вообще структуру группы компании где не пригожина именно они помогли ему научили его грамотно выводить денежные средства из бюджета российской федерации через госконтракты с правительством москвы с питерской администрацией с минобороны и так далее как раз для того чтобы генерировать черный нал денежный поток для ежемесячных выплат тысячам наемников вот этого кэша в виде бонусов там заработных плат и так далее и конечно же ковальчуки сыграли очень серьезную роль в становлении вот этой фигуры евгения пригожина но он являлся человеком функции он был нужен путину для того чтобы в тишине начиная с 2014 года содержать вот это вот такую полу легальную нелегальную структуру для того чтобы в так называемый там для них если по службистки говорить там внешней среде по-русски за границей выполнять какие-то тайные диверсии террористические акты принимать участие в каких-то мятежах в дележе власти в той или другой стране за рубежом выступать на стороне тех кто смог договориться с путиным и с путинскими олигархами о своем будущем вот какая задача была у них и всегда они держались в тени попасть в чувака вагнер долгое время было практически невозможно без каких-то поручителей и без решения по линии игру сейчас называется главное управление генштаба и без фейсбшников вот как было до определенного момента и ты сам прекрасно знаешь о целом ряде процессов который пригожин всякий раз затевал в судах в россии против журналистов которые так или иначе говорили о его связи которые пытались его разоблачить более того нам с вами давно уже известно о том что именно пригожинцы застрелили убили нескольких журналистов которые в африку полетели пытаясь там раскопать все это то есть путин закрывал глаза давал ему возможность творить все что угодно с одним единственным условием он выполняет вот эту тайную миссию вот есть легальная армия и есть легальная разведка есть нелегальная разведка вот они были нелегальной армии которая должна была отстаивать интересы путина путинских олигархов за рубежом настоящий момент он разоблачен в том числе мы команда гулагу нет приняли участие там в июле в августе прошлого года мы первыми разоблачили вот эту бесчеловечную преступную схему вербовки заключенных на фронт и первыми опубликовали информацию что именно евгений пригожин летает на вертолетах и вер будет заключенных представляясь там в прямом смысле слова представителем путина на земле вот там вообще не с простыми людьми и обещая им то что в результате действительно путин делал путин подписал там десятки тысяч помилований десяткам тысяч осужденных за убийство да вчера подтвердил сам лично путин да при том что долгое время скрывал так вот и в настоящий момент уже в нем власть не нуждается все все уже разоблачено и а он это как раз начал он долгое время соглашался выполнять любые поручения в том числе там проливать кровь невидных людей в угоду власти и в какой-то определенный момент пригожин понял что его могут слить и его начинают сливать и дальше он перешел к открытому шантажу если ты обратил внимание несколько дней назад он впервые опубликовал заявление на имя шойгу ну как бы там был такой его порыв якобы что вот он отказывается в дальнейшем сотрудничать с министерством обороны по каким-то там госконтрактам но в первых абзацах этого письма за подписью пригожна он это везде опубликовал тут уже не нужно думать что это осечкин там что-то придумывает против пригожна он сказал о том что начиная с 2006 года его группы компании затрачено вот на поддержку на создание так называемый чего к вагнер более 147 миллиардов рублей то есть у него были госконтракты с минобороны и награли минобороны и бюджет российской федерации давали ему возможность выводить львиную долю этих денежных средств в обнал который в последующем шел на финансирование чего к вагнер за рубежом в мали в царь сирии на востоке украины но здесь в данном случае он уже пошел ва-банк он там плюс ко всему еще два дня назад он опубликовал ту информацию впервые подтвердив вот это вот то что происходило когда американцы разгромили чувака вагнер сирии когда те попробовали залезть на нефтеперерабатывающий завод конака дэрозой дэрозор дэрозор да там под хишам то есть по сути дела он уже в прямую говорит о том что то гибель гибель сотен наемников чувака вагнера произошла и он начинает обвинять в этом министерство обороны то есть у него в его шкафу были какие-то определенные скелеты которыми он периодически попугивал путина администрацию министерство обороны и сейчас он начал заходить с козырей думая что ему это поможет а в данном случае он себя повел как человек который нарушает договоренности который разглашает какие-то их внутренние секреты он расписался в том что им потрачено с его группы компании сто сорок семь миллиардов рублей на финансирование чувака вагнер который он получал соответственно ранее от государства то есть здесь начинает уже свидетельствовать это что будут конечно же использовать международные расследователи информацию он прямо говорит о том что государство российская федерация через него финансировала и профинансировал чувака вагнер на более чем сто сорок миллиардов рублей поэтому это не история там их там нет они там есть и все что они там творили это было в любом случае профинансировано из бюджета и вот сейчас как раз там ближайшие недели происходит та самая кульминация и развязка будет не за горами с одной стороны ты вот называл там мизинцев суровикин действительно и с ними у евгения пригожина достаточно серьезные там совместные бизнес интересы там целый ряд генералов которые так или иначе связан там с фссб вот он на них делает ставку, опирается, и эта команда, она хочет реванша. Они хотят подвинуть Шойгу, они хотят подвинуть Бортникова, они хотят провести определенные смещения позиций по линии Росгвардии из Золотова. И, по сути, взять под контроль российский силовой блок в нынешнем виде. Конечно, те, кто сейчас удерживает этот силовой блок, они, конечно, не готовы отпускать контроль над силовой организацией. Поэтому мы сейчас увидим, что они смогут друг с другом сделать. Но очевидно, что они уже перешли к вражде. А если мы говорим, вот как ты с самого начала упомянул Деримханова, Кадырова и так далее, здесь однозначно, если еще полгода назад Пригожин встречался с Кадыровым, с ним за руку здоровался, специально вбрасывал в паблик фотографии, чтобы продемонстрировать, насколько они близки, и у них действительно там начинался такой, по сути дела, заговор, там, Суровикин, Кадыров, Пригожин и так далее, в какой-то определенный момент те, кто связан с Путиным по линии администрации президента и Минобороны, они четко Кадырову сказали, что ты определись, дружок, иначе по тебе тоже катком поедут. И так как Кадыров прекрасно понимает, какими методами пользуется ФСБ, и как в любой момент они могут устранить неугодно, они тут же заявили о том, что они, конечно же, будут с министерством обороны, тут же подпишут любые контракты, и они говорят о том, что они продолжают оставаться пехотинцами Путина. У Пригожина совсем другая история. Он уже вышел за рамки системы, и, кстати говоря, вот то, что сообщают источники нам из службы безопасности, самого Пригожина, у него чуть ли не ежедневно там случаются истерики, он не сдерживает там свой голос, орет, он сам находится в очень серьезном нервном напряжении, то есть он делает хорошую мину при очень плохой игре. И очень многие командиры и вот там среднее звено в ЧВК «Вагнер», они это считали, и они сейчас как раз по сути дела от него бегут. Они переходят в другие подразделения, которые будут легализованы в рамках Министерства обороны. Ну а те, кто не легализуется, понятно, что ими с 1 июля начнут заниматься Департамент военной контрразведки ФСБ, военные следователи, военные прокуроры. Вот в счет идет, вот у того, что было некогда там мощной империи Евгения Пригожина, счет идет буквально на дни. Интересно. 42 234 зрителя нас смотрят, больше 12 тысяч поставили лайки. Напоминаю, мы 20 минут в эфире, пожалуйста, у нас не очень длинный будет эфир, сегодня день рождения у Владимира Осечкина, так что мы его отпустим праздновать, а вы, а вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир, размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, обязательно, так сказать, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв и на канал Владимира Осечкина, написание к этому видео, по его имени, вы можете его обнаружить, подписываться там и смотреть эфиры. Смотри, тогда давай вот еще с какой стороны рассмотрим аспекты, касающиеся общей этой темы. Вот ты наверняка наблюдал происходившие события вокруг Белгородской области, снова это Волжанка, вход туда и под Шебекина двух подразделений, это русский добровольческий корпус и легион Свобода России, ну, так сказать, это там, понятно, они вели боевые действия, вот, Путин вчера, кстати, заявил, что уже на территории Белгородской области этих частей нет, ну, там тоже, знаешь, граница дырявая, сегодня есть, завтра нет, потом опять есть, потом опять нет. Не в том вопрос. Буквально вчера Делимханову показали встречающимся с Гладковым, губернатором Белгородской области и заявление о том, что батальон Ахмат Запад, так звучало, берет под контроль, значит, территорию Белгородской области, ну, как мы это понимаем, границу, видимо, чтобы эти ДРГ не проникали и так далее, при том, что Пригожин давал всеми фибрами, что называется, понять, что он, в принципе, заинтересован приблизительно в чем-то таком. Помнишь, когда там пленные появились у РДК и там выступал Вайт Рекс, их командир, с тем, чтобы показать, что вот давайте приходите, губернатор Гладков и к нам сюда в новую Товолжанку, в храм, и мы с вами договорились, отдадим вам пленку. Ну, тот, естественно, слился, это и ясно, кавалер ордена, так сказать, понятно, что от него было ждать, а вот Пригожин ввязался в эту словесную игру, и он заявил о том, что могу послать зама Денис Никитин, он по имени обращался к командованию РДК, давай, пришлю тебе зама, все порешаем, приедет Зеленский, я с ним лично встречу. Ну, понятно, Зеленский в гробу видел этого Пригожина, может, еще увидит, вот, но тем не менее, сам факт, а потом и, собственно, РДК включился в эту игру, говорили, вот ваш товарищ из числа пленных, из ЧВК Вагн, кстати, тоже из Самары, назвался, значит, остался в РДК воевать, значит, в качестве военнослужащего, то есть, такое ощущение, что и здесь как-то его специально обошли, батальон Ахмат, кто-то сказал, давайте, вы вот так вот изобразите, что никакого ЧВК, у нас тут Ахмат, будет заниматься темой, и так далее, тоже, с учетом конфликта, Пригожина и Кадырова, ну, вот этого публичного, где Делимханов, обращался к Пригожному, выглядит так, что мы тебя и в Бахмуте там могли заменить, и тут, вместо тебя поработаем, ну, а ты сам понимаешь, чтобы мы там не говорили, приезд северо-кавказского батальона Ахмат, даже есть там в нем русские, потому что это же наборное такое подразделение, ну, выглядит как-то в Белгородской области, ну, как-то, да, мягко говоря, на границе встать между одними русскими и другими, вот что я хочу сказать, явно это против Пригожина направлено. Ты очень верно подметил, но тут эта история была, началась как раз, когда начали происходить вот события с проникновением со стороны Украины, сил РДК и Легиона Свобода, Пригожин, думая над тем, как ему сохранять вот этот вот свой костяк ЧВК Вагнер, что с ним делать, потому что Шойгу ему ясно дал понять, что его больше в общую группировку войск, в качестве независимого игрока, его не включат, его поэтому по-тихому из Бахмута так убрали, и перестали ему давать боеприпасы, его оттуда выжили. И вот остаются они в этих палаточных лагерях, сидят они там в землянках, большая часть из них. С одной стороны Россия, куда ты приедешь, тебя сразу разоружают, ЧВК Вагнер исчезает. С другой стороны война. Они оттуда еле ноги унесли, потому что на самом деле их под Бахмутом очень здорово в ВСУ потрепали. Большая часть состава, они его просто положили, сгубили. И он начал думать, что делать. И как раз когда начались события в Белгородской области, он начал выстраивать стратегию с точки зрения общественного мнения, пиара, что вот сейчас как раз они туда и пойдут защищать Белгородскую область, и там они получат, каким-то образом они сохранятся в виде какого-то там террообороны, инструкторов, представительного и так далее. А так как по ним уже принято вот это вот решение, их со всех сторон обложили, в Кремле четко считали позицию, как они хотят поступить и что они хотят придумать с Белгородской областью. Поэтому здесь на опережение как раз, конечно же, по решению из Москвы Кадыров и Деримханов заявили, что это они туда приходят, и там они будут наводить порядок, безопасность и так далее. То есть опять сидит Пригожин, неудел, потому что он никому уже не нужен. На фронте не нужен. Внутри России ни один из губернаторов без одобрения из администрации президента, из ФСБ не даст ему возможность разместить силы. Соответственно, что остается делать Пригожину? Ну можно неделю, можно другую, можно третью сидеть там в землянках, жарить какое-то мясо, готовить себе чай на костре и так далее. Но дальше-то что делать? И, конечно, от него люди начинают уходить, потому что они прекрасно понимают, что если раньше Пригожин ассоциировал себя с админресурсом, что вот он там с Пушкиным на дружеской ноге, в Москве у него тысячи курьеров, и действительно в какой-то момент он творил чудеса, вот с юридической точки зрения. Ну, конечно, со знаком минус, я сейчас это беру там в кавычки. Ну это очевидно, да. Да, но, конечно, когда на глазах у изумленных там тысяч судей, следователей, прокуроров, Пригожин ногой открывал колонии, забирал оттуда только что-только что осужденных к 15-20-летним срокам лишения свободы и возил их на фронт, конечно, у многих просто челюсть отвисала от его гипервозможности, потому что даже какой-нибудь там зампредседателя Следственного комитета России или замгенпрокурора не может там сразу 10 или 20 человек в течение короткого промежутка времени вытащить из ФСИН, если есть судебный приговор. Ну это просто нереально. А Пригожин это делал. И в тот момент многие в него поверили, многие под его знамена встали, потому что они понимали, что он в одном рукопожатии от Владимира Путина и любое решение они лоббируют. А сейчас обратная ситуация. Вообще в корне все изменилось. И изменилось, я не хочу здесь там бахвалиться, хвастаться, но очень много, большую роль сыграли здесь журналисты и правозащитники. Только на канале ГУЛАГУ.нет, просто короткая ремарка, в декабре мы опубликовали прошлого года показания, свидетельства одного из командиров там низовых подразделений ЧВК Вагнера Андрея Медведева, в апреле этого года Алексей Исаевичев, Азамат Ударов, Иван Котелевский, бывшие вагнеровцы, которые начали свидетельствовать об этом, и они прекрасно понимают, в том числе там и в Кремле, я так понимаю, в спецслужбах, они, видимо, там тоже как-то отслеживают, что мы уже опросили новую партию бывших вагнеровцев, которые дают очень важные свидетельства, одно из которых мы опубликуем либо завтра, либо послезавтра на канале ГУЛАГУ.нет. И, по сути, это свидетельство о военных преступлениях, о преступлениях против человечества и человечности, о том, что Пригожин, Уткин и их сообщники, они приказывали расстреливать россиян, и там речь идет о более чем 90 убийствах, о 90 расстрелах, и эту информацию игнорировать уже они не смогут, потому что это будут свидетельствовать те, кто были в Вагнере, кто прямо в форме Вагнера, как только его покинуло расположение, связался с нами и дал об этом показания, кто прислал нам все вот эти вот документы свои, как их награждали в Вагнере, как их награждали медалями, орденами по линии Российской Федерации, и теперь уже, как бы, тому же Пригожно-Трошевые Уткину невозможно будет от этих показаний каким-то образом открещиваться, потому что все, вы их только что наградили, вы им дали бумаги, что якобы они там ваши доблестные бойцы Чилыка Вагнера, где там были там Попасный, под Пахмутом и так далее, а вот теперь послушайте, что они говорят о вас, а они говорят о том, что это самая настоящая террористическая организация, которая ничем не отличается от ИГИЛ, где за отказ воевать против Украины расстрел, где за любое малейшее, там, с точки зрения, там, Уткина и Пригожно нарушения внутренних правил расстрел, где есть экзекуции, и где, помимо вот расстрелов, есть еще совершенно тоже чудовищные подробности, от которых, ну, как бы, голова идет кругом от осознания, и я думаю, что завтра люди сами от первого лица все это услышат, завтра от бывших инструкторов и бывших командиров различных подразделений Чувака-Вагнер, речь идет о том, что они огромное количество еще тел и сожгли с тем, чтобы скрыть свои пытки, пыточную, которая у них была в подвалах Чувака-Вагнер в Первомайске, и они просто огромное количество людей сожгли в котельные и в морге, по-моему, город называется Светлодарск, или Светлодар, а эти люди числятся пропавшими без вести и так далее, а на самом деле они их просто уничтожили и скрыли следы, чтобы невозможно... Это граждане Украины, ты имеешь в виду? И Украины, и России. Там, еще раз, у нас тактика сейчас поменялась несколько, то есть мы достаточно многое сделали, например, в апреле для того, чтобы у украинских СБУ, следователей и прокуроров, появились основания для уголовного преследования в отношении Евгения Пригожина, и действительно там были возбуждены уголовные дела, которые на сегодняшний день расследуются на самом высоком уровне, в том числе о военных преступлениях, об убийстве мирных граждан из числа гражданского населения, в том числе Бахмута. Но помимо этого, сейчас мы делаем максимум возможного для того, чтобы и внутри России следователи и прокуроры не могли игнорировать вот эти вот показания, потому что вот, пожалуйста, вот эти россияне, вот они вернулись, вот у них медали за отвагу, подписанные там руководством страны, вот, пожалуйста, из самого Вагнера, у них позитивные характеристики, ну, с точки зрения вот ЧВК Вагнера. Но при этом они говорят о том, что это террористическая организация, где убивали россиян, а за отказ выполнять преступные приказы точно так же расстреливали и убивали. Плюс они дают достаточно много очень важной информации о том, что тот же Евгений Пригожин, он абсолютно придумал этот пиар-повод с точки зрения якобы снарядного голода. Как я уже говорил, там под Бахмутом у ЧВК Вагнера и у Пригожина случился не снарядный голод, а снарядный понос. Я уж извини за выражение, у тебя здесь в эфире озвучат. Потому что то, что мы посмотрели с записи с дронов аэроразведки, и эти записи, эти файлы тоже в ближайшие дни мы покажем на нашем канале ГУЛАГУНЕТ, там видно, что там нету и 10 квадратных метров, куда бы ни попадала мина или снаряд. И вот то, что мы услышали от бывших вагнеровцев, и то, что там завтра-послезавтра будет на канале ГУЛАГУНЕТ опубликовано, речь идет о том, что они огромное количество боеприпасов израсходовали, стреляя по россиянам, которые бегут с позиции ЧВК Вагнера. То есть помимо того, что они расходовали огромное количество боеприпасов, атакуя украинцев на их родной земле, и соучаствуя в этой путинской преступной агрессии, так они еще и огромное количество снарядов израсходовали, просто убивая, расстреливая из минометов, из пушек, из танков, из гранатометов, из пулеметов тех россиян, которые понимали прекрасно, что назад им не дадут вернуться за градотряды, и которые пытались каким-то образом прорваться вперед и сдаться в плен. И более того, были вопиющие случаи, когда, например, там танк украинский стрелял, и какую-то группу просто оглушал, контузил, и они теряли ориентацию и шли просто в ошибочном направлении. А командование в ЧВК Вагнера отдавало приказ их уничтожить минометами, при том, что было понятно по переговорам рации, что они просто потерялись, понесли там какие-то контузии, ранения, и не ориентируются, куда они идут. То есть они даже раненых своих и заблудившихся добивали из минометов и так далее. Это очевидные военные преступления. И здесь, после публикации того, что мы покажем завтра-послезавтра, я не знаю, только, наверное, Путин, если что-то позвонит в Генпрокуратуру и в Следственный комитет, и лично там заблокирует возбуждение уголовных дел. А так, по идее, конечно, после подобного того, что мы покажем, с документами, с видеосъемкой, со свидетельствами вот этих вот мужиков, которые покинули эту террористическую организацию, если после этого пригожно не будут задерживать, арестовывать, я тогда уже не знаю, что вообще можно сделать, чтобы хотя бы в России эта система заработала. Я, конечно, не такой наивный, чтобы было понятно. Мне многие скажут, как вы можете верить, страна совершает эту страшную агрессию, там вообще нет закона. Действительно, все это понятно, но мы исходим из возможностей и исходим из того, что мы можем сделать сейчас в текущий момент. И здесь вот в ближайшие дни мы просто поставим российскую власть, следователей, прокуроров перед выбором. Либо они расписываются в том, что для них военные преступления, убийства россиян, расстрелы, теперь это норма, и они просто через пару-тройку недель легализуют в Госдуме. Либо, если это для них не норма, тогда им придется реагировать и, конечно, брать под стражу этих преступников. Ну, я думаю, все-таки, смотри, мотив-то не в том, чтобы наказать Чивыкова за военные преступления, а свести счеты. И предлог-то может быть любой избран, даже и совершение военных преступлений, понятно, но не потому, что кто-то там добивается правды в правоохранительной системе России, а именно если поступит команда. До этого как-то это все канала. Если команда поступит, то о том, что мы пригожно сливаем, то тут включатся все механизмы. Ты же знаешь, как это работает, и те, и другие, и третьи, и пятые, двадцатые, тридцатые. И вдруг и дела какие-то появятся, денежки опять тут не те там взял, не туда положил. И международная какая-то там реакция на то, что организация признана международной криминальной организацией. Ну, мы вот должны, что же распустим ее, раз так. Да, то есть, ну, опять же, мотив здесь не в том, чтобы соблюсти закон, справедливость или что-то, а именно, что свести счеты, потому что... Ну, вот это и есть вопрос, насколько Пригожин окончательно стал отвязанным самостоятельным, и готов ли, как далеко он зайти. Вот ты в свое время осенью говорил о том, что были отрывочные сведения о том, что разговаривают с перемещаемыми на территорию Украины из там Цары, из Ливии, Сирии, контрактниками Пригожина из ЧВК «Вагнер», разговоры о готовы ли вы в Москве, там, если закрутится, все появится, делать, выполнять приказы, и тогда то ли полиграфы они проходили, то ли с ними просто беседовали оперативники свои из ЧВК «Вагнер», там, у них своя, там, как известно, контрразведка, своя спецслужба, там, проверяем все. может ли случиться такое, вот в чате у нас тоже это обсуждают, в ходе твоего, на твоих объяснений, Пригожин, который вдруг соединяется с противниками Путина и Кремля в безвыходном положении, и там начинает такую же компани, как это делает РДК, и Легион, Свобода России, и если кому за ним идти, ЧВК «Вагнер», это же не идейная организация с точки зрения, они готовы против власти, против Путина, выслили за свою власть, или пиратская такая, знаешь, флибустерская организация, которая похрену с кем воевать, то есть надышавшись африканским воздухом, да, значит, вот они возомнились от ЧВК в стиле Родезии, когда это было в ЮАР, и там, других организаций, знаешь, такой, вдруг Пригожин возомнился Бобом Динаром французским, да, кто не знает, почитайте в интернете, кто это был, но ведь это же в нашем изводе, советском, значит, сидел, кейтеринг и так далее, то есть, насколько можно допустить, что Пригожин может вот превратиться в революционера, ну, понятно, со всеми оговорками, вот о чем речь. Кстати говоря, вот сразу после огласки вот этой истории с тем, что они через полиграф прогоняют в порядке ротации вернувшихся, и действительно предлагают им контракт внутри России, а еще раз подчеркну, раньше всегда в ЧВК Вагнер они подписывали контракт, понятно, что какой-то серьезной юридической силы он не имел, это скорее была такая психиатрия, чтобы внушить наемнику, что у него есть какой-то контракт, но тем не менее все эти контракты всегда касались какой-то, какого-то другого иностранного государства, а для, а внутри России раньше этого не было, и как раз когда произошла огласка, и мы с тобой тоже проговаривали тебя в эфирах, это привело к тому, что Пригожину перестали давать самолеты по линии обороны для ротации, и в одной из стран в Африке у него команда зависла в ожидании ротации плюс два месяца к тому, что они должны были уже как бы вернуться, то есть их на два месяца ротацию, возврат в Россию задержали, точно так же, как в Молькино застряла команда, которую должны были отправить, и он с огромным трудом за тройные деньги договорился окольными путями произвести эту ротацию, то есть даже уже на уровне доставки трансфера у них уже возникли очень серьезные проблемы, вот, поэтому здесь понятно, что их взяли под колпак, понятно, что внутри ЧВК Вагнер, как я понимаю, там есть не только источники у ГУЛАГу, нет, я думаю, что у Фейсбейс гораздо больше агентуры там внутри, которых они туда внедрили, плюс, вот, обратив внимание, как за последние несколько месяцев к нему подвели того же Мизинцева из Минобороны, замки страха, с другой стороны к нему подвели Романа Гаврилова по линии Росгвардии и ФСО, и с одной стороны здесь Пригожин это выдавал как свое собственное усиление, вот посмотрите, у меня там якобы сын Пескова в ЧВК Вагнер, вот у меня здесь ФСОшник, мой зам, другой мой зам из Минобороны, по факту его окружили людьми из системы для того, чтобы контролировать всю ситуацию в какой-то определенный момент вот этого там особо буйного, я уж не знаю, там с ним что-то произойдет, там, я как правозащитник не могу предполагать, да, озвучить это в эфире, там, но понятно, что там с ним может что-то произойти, я не удивлюсь даже, что он в какой-нибудь там палате номер 6 окажется, где он будет всем рассказывать, что он там Наполеон, что у него вот своя армия, как он привык рассказывать, свои самолеты и так далее, а ему просто будут поглаживать по его лысой голове, там, давать какие-то успокоительные, говорить там, подышите, голубчик, дышите глубже, а то мы вас сейчас привяжем, то есть у него, мне кажется, вот именно вот в какое-то, в это направление будет развиваться все, а те генералы, которые сейчас в окружении у него находятся, это просто люди, которые получили приказ сверху быть прикомандированными и в какой-то определенный момент побыть рядом с ним, с тем, чтобы так мягко решить эту проблему, вот, тем более, что пока они были под Бахмутом, невозможно было представить, чтобы туда приехала следственная оперативная группа, которая начнет там производить задержание Уткина, Трошева, и так далее, потому что как раз тогда могло бы произойти и непоправимое, да, это все вышло из-под контроля, а здесь сейчас уже, ну, они в лагерях слаживания, и как только в какой-то определенный момент они поймут, там, в Кремле поймут, что Чавака Вагнер уже там определенным образом рассосался, я думаю, что, наверное, будет как раз этот период дана отмашка, если только, конечно, Пригожин не добьется личной аудиенции, не придет к царю, не бросится в ноги, там что-то еще, возможно, там сделает или предложит и озвучит, после чего, возможно, ему какой-то там опять кусочек, там, линию фронта, что-то там могут ему дать. Но с учетом того, что он уже показал себя не как системный игрок, а как такой вот персонаж, который думает о своем будущем после транзита власти, вполне возможно, что система его уже будет отторгать как предателя. Ну да, и вот эта тема обвинений его в отношениях с военной разведкой Украины. Ну понятно, в чем заинтересован Киев. Ему хорошо бы, чтобы все друг с другом воевали в России, потому что, а с чего это не вызывать у противника подозрения в отношении друг друга и разобщения, и войну всех против всех. Это и есть военная тактика, она абсолютно уместная. и он, этот Гурмов, он подыгрывать будет и подыгрывает этим настроением. А давайте, давайте, режьте друг друга. Кадыров, Пригожин, Пригожин, Шойгу, Шойгу, Путина, там, не знаю, Герасим, в любом сочетании вообще начхать. Насколько вот здесь велики возможности для провоцирования вот этих столкновений со стороны военной разведки Украины? Как тебе это ведется? Ты знаешь, вот если там мы вспомним это не просто была там пикировка или какая-то стычка, а там, когда они начали обмениваться Кадыров с Пригожиным взаимными пиар-ударами в паблике, они-то это делали манипулируя общественным мнением, как-то сглаживая углы, прекрасно там давая себе возможность заднего хода. А когда уже в ход там замы Кадырова и замы Пригожина высказались, там очевидно такой глубинный разлом. Тот же самый Уткин, он вообще впервые вышел в паблик, Дмитрий Уткин, от которого позывной или Вагнер, бывший грушник или там нынешний грушник, который как раз стоял у истоков Чувака Вагнер, он чеченцам прямо сказал о том, что вы прекрасно помните, да, напомнил им войну, когда они воевали по разные стороны и так далее, что они все это помнят. И когда некоторые командиры Чувака Вагнер давали интервью, было видно, как они играют с жиловаками и сколько у них ненависти по отношению к чеченцам. Поэтому я не удивлюсь, если кто-то из тех, кто связан с разведданными в Чувака Вагнер, мог каким-то образом передать информацию напрямую в ГУР, либо воспользоваться каким-то открытым каналом связи, через который понятно, что информация могла утечь. То есть как раз здесь никаких удивлений у меня не будет, если потом со временем в истории мы узнаем факты, как из Чувака Вагнера уходила информация и как они подставляли тех же кадыровцев или какие-то другие подразделения, с которыми они вошли в клинч и в конфликт там на территории, на оккупированных территориях. Ну, мы 44 минуты в эфире, нас смотрят 57 300 зрителей, 57 300 зрителей, почти 20 тысяч поставили лайки. Напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, социальных сетях, группах. Пожалуйста, ставьте лайки, это поможет нам подняться в просмотрах, безусловно, и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Владимира Осечкина в описании к этому видео по его имени есть ссылка на его канал. Ну, давай последний сегодня вопрос, не будем тебя уже держать так долго, поскольку день рождения с день рождения, тем более 45 минут уже скоро. Последняя история касается Варшавы, Польши, вот с этой темной истории выдачей, точнее, экстрадиции одного из беженцев, который называл себя сотрудником в ПСБ, в ПСБ, поправь меня, если я что-то неправильно трактую, и какие-то были возмущения с стороны правозащитников, а в чем эта история, кто это такой, я так понимаю, он был с тобой на связи, этот человек, выступал на твоем канале, какую-то информацию озвучивал, почему его выдали, что и как, потому что история темная, вот, ну, все такие истории полутемные, значит, и что там происходило, можешь нам рассказать напоследок? Да, конечно, могу, ну, на самом деле, давай сначала тогда по хронологии, по фактам, вся эта история началась в 2017 году, когда Эмран Новрузбеков, как минимум, это бывший спецназовец из Дагестана, он дагестанец, я правильно понимаю? Да, по одной информации, он имел отношение к МВД и проходил службу там в отряд особого назначения, там, АСОМ, Каспий, по другой информации, он говорил о том, что он после спецназа уже перешел к ФСБшникам, в любом случае, даже если он был просто спецназовцем и занимался физическим сопровождением деятельности ФСБ, у него там были какие-то определенные контакты, хотя он именно говорил о том, что в какой-то момент его прикомандировали в МВД, а де-факто он всегда находился вот на службе ФСБ. В 2017 году, по крайней мере, то, что он нам рассказал, он обратился к властям Польши, запросил политическое убежище и международную защиту. И вот, начиная там с 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й и до конца 22-го года, больше пяти лет, он не выходил на связь ни с ГУЛАГу, нет, ни с какими-то известными журналистами-расследователями. А находился в Польше? Да, он не только находился в Польше, он за этот период, мы о нем достаточно много выяснили информации, и тут, наверное, даже не три минуты, а там пять-десять минут понадобится рассказать. Это самый настоящий детектив, который мы практически распутали. Когда, то есть, человек, тут нужно понимать, когда человек запрашивает политическое убежище международной защиты в какой-то стране, вот он конкретно запросил в Польше, что он должен делать? Он должен находиться как минимум все время на территории Польши. Да. И себя законопослушно. То есть, ты прибежал из России и говоришь, ребята, защитите меня, возьмите на себя все мои риски, но спасите меня, потому что вот я сейчас вам расскажу что-то важное, интересное, почему они меня хотят преследовать. И тогда в этот период возникают определенные обязательства. Если ты хочешь, ты свалился как снег на голову полякам. Если ты хочешь, чтобы поляки за тебя впряглись, понесли какие-то определенные риски, взяли тебя под крыло целой страны, тогда ты должен находиться в Польше, соблюдать законы, действовать законопослушно и при этом деятельно сотрудничать с теми же правоохранительными органами в Польше. Что де-факто происходило еще до момента его контакта с нами в конце 2022 года? Что нам достоверно известно сто процентов? Во-первых, он шпионил потихо, занимался видеосъемкой личных контактов, внеслужебных контактов с сотрудниками погранслужбы, инспекционных подразделений правоохранительных органов Польши, те, которые как раз отвечают за границу, за таможню и так далее. А как он это умудрился делать? Этот человек выстраивал какие-то личные знакомства. В рамках личных знакомств он в тайне от людей записывал их на видео. Он каким-то образом получал доступ к их служебным документам и удостоверениям, фотографировал их, кому-то отправлял. Помимо этого, то есть само по себе уже там попробуй ты в Америку приедь, попробуй ты выйди на какого-то агента ФБР и попробуй ты у него вытащи из кошелька удостоверения ФБР и сфотографируй. Что будет? Как пробка из бутылки шампанского вылетишь на следующий день? А может быть еще и сядешь лет на 10 за шпионаж. Дальше, больше, 2021 год. При том, что должен находиться в Польше, абсолютно незаконно перемещается в Германию и во Францию для встречи с сотрудниками спецслужб вообще другой страны, не Германии и не Франции. Целая там история шпионская, как в отелях они там встречались, как он какую-то информацию передавал, как он там нелегально, не имея никаких документов, пересекал несколько стран и во Франции, в Германии, после чего его там задерживали, обратно в Польшу возвращали, как человека, который незаконно находился на территории этих стран и который по сути дела поддерживал какие-то очень странные контакты. Это вот то, что происходило 2020 год, 2021 год. Конечно же, польские службы наблюдали за ним, конечно же, они прекрасно там воссоздали всю эту картину, что человек хочет от Польши защиты, они ему там предоставили пособие, социальное жилье и так далее, а вместо того, чтобы пожать руку в обмен, там, взамен там и отблагодарить, человек начинает устраивать какие-то, какие-то козни и продолжать заниматься там своей какой-то там шпионской ФСБшной деятельностью уже на территории Европы. Понятно, что поляки дважды ему отказали в предоставлении политубежища международной защиты. И потом, в конце 2022 года он понял, что скорее всего ее сейчас будут уже депортировать, выгонять из страны. Шансов у него остаться там нет. И дальше он попытался войти в доверие к нам, вышел на канал Глагу Нет, вышел на меня, начал рассказывать очень много разных историй. И дальше то, что как мы знаем, начиная там с декабря по май 2023 года, человек действительно нам прислал в апреле и в мае некие документы, в том числе с грифом «Секретно», имеющий отношение к разведслужбам США, Украины, России, выдавал это за то, что это какой-то очень важный объем информации, который очень важно именно на канале Глагу Нет опубликовать. При том, что в декабре мы с ним записали видео, опубликовали это интервью, несколько разных мировых журналистов выходило на него, он был в контакте, в том числе с CNN, но в апреле и в мае он целенаправленно говорил о том, что ему очень важно опубликовать конкретные секретные материалы на канале Глагу Нет. Когда мы начинали задавать вопросы, а почему он в CNN с этим не обратился, почему он самостоятельно не опубликует, он говорил о том, что те, кто ему передали эти материалы, настаивают на том, чтобы это было опубликовано на канале Глагу Нет. Когда мы начали задавать прямые вопросы и выводить его на чистую воду, чтобы разобраться в мотивации тех, кто такой щедрый в Москве, кто сливает нам документы, выяснил, что это департамент военной контрразведки ФСБ, определенные офицеры, которые таким образом хотят через канал Глагу Нет с одной стороны бросить тень, опубликовав какие-то материалы, показав, насколько они могущественны, насколько они там вскрывают переписки украинских правоукрационных органов и спецслужб, а с другой стороны очевидно, что это была прямая подстава под нас, потому что как только мы публикуем материалы с грифом секретно, имеющие отношение к США, ты сам прекрасно понимаешь юридические последствия этого. И потом никто не будет разбираться, правозащитник или неправозащитник. Если ты опубликуешь какие-то материалы и в результате этого пострадает хотя бы один действующий сотрудник каких-то спецслужб США или их украинских партнеров, все, все. Соответственно, мы поняли, что таким образом через Имран Наврузбеков, пробыв 6 лет, почти 6 лет в Европе, он остается на контакте с действующими сотрудниками ФСБ. Причем частично он нам это подтвердил, рассказав и про ДВКР, и про то, что в 2022 году у него было плотное общение с сотрудниками Центра специального назначения ФСБ. Поэтому, если собрать это все вместе, становится понятно, что Имран, он просто заигрался, очевидно, запутался и пытался с различными спецслужбами выстроить какие-то отношения для того, чтобы, возможно, закрепиться в Европе для хорошей жизни, а, возможно, чтобы расти где-то по карьерной лестнице, по линии спецслужб. В любом случае, в феврале вот этого года он мне написал, что польские силовики, полиции его уведомили, что в течение 30 дней ему важно покинуть территорию Польши, что Польша не может его больше держать у себя, потому что он опасен для Польши, с учетом того, что я тебе рассказал, и я рассказал одну сотую от того, что известно полякам. Да, понятно. Потом март, апрель, май человек никуда не уехал, территорию Польши не покинул, поэтому поляки его приехали, забрали, поместили в лагерь определенный, а потом приняли решение о его депортации. Почему? Ну, потому что я тебе рассказал, да, человек бывший в Россию, его депортировали в Россию. Да, и здесь меня, честно говоря, здесь два момента меня вот шокировали. первые, когда его задержали и начали депортировать, он почему-то вдруг записал какое-то небольшое видео, которое там отправили и в каком-то там не очень популярном канале было опубликовано с обвинениями, что вот это из-за Владимира Осечкина его депортируют из Европы. при том, что еще раз подчеркну, он переслал нам какие-то вот эти вот материалы, там, слив, управляемый слив СФСБ в апреле и в мае, а Польша его уведомила о том, что ему необходимо покинуть территорию страны в феврале, то есть за несколько месяцев до этого всего. И вот меня этот момент удивил, зачем он вдруг начал придумывать какую-то историю о том, что якобы могущественной ГУЛАГу нет, его, значит, из Европы каким-то образом начал отправлять обратно в Россию. И еще больше меня поразила, честно скажу тебе, реакция адвоката Карины Маскаленко, которая, не разобравшись в этом кейсе, не понимая абсолютно подноготной этого кейса, начала публично заявлять о том, что она является адвокатом Имрана Набрусбекова, что все это было незаконно и что якобы он был таким разоблачителем, а его взяли и куда-то отправили. Хотя, еще раз подчеркну, начиная с 2017 года можно отследить, попробовать найти, нет никаких упоминаний на протяжении пяти лет этот человек не сотрудничал ни с расследователями, ни с журналистами, ни с правозащитниками, а пытался выстраивать какие-то свои шпионские схемы в Европе. Поэтому на фоне происходящего на войне, на фоне того, что ФСБшники пытались через Наврузбекова бросить какие-то материалы, имеющие прямое отношение к Украине и к США, ну, понятно было, что его действительно восприняли как опасного человека и выдали. И кейс Наврузбекова здесь очень показательный для всех, кто там из службистов бежит, убежал уже или собирается бежать из России. Не нужно думать, что все, как в фильмах происходит, ты приедешь, будет какой-то там вечер, шпионский какой-то мост, на котором какие-то дядечки в длинных плащах тебе дадут в обмен на какую-то флешку сразу кучу денег и какие-то документы, по которым ты будешь где-то жить с паспортами. Нужно с самого начала быть честным, искренним, последовательным, не нарушать закон и сотрудничать сразу с журналистами, с правозащитниками и максимально публично рассказывать, что тебе известно о нарушениях прав человека в России, о военных преступлениях и так далее. А приехать в Европу пять лет пошпионить, а потом, когда тебя уже собираются с чемоданами отправлять обратно, бросаться к правозащитникам, а потом еще к правозащитникам пакостям. Ну вот, очевидная история, как делать не нужно. Ну что же, 60 тысяч, 500 человек нас смотрят, 23 тысячи поставили лайки, отличные для дня рождения Владимира Сечкина результат. Поздравляем его еще раз. Благодарим за это и фирмы почти час были в эфире. Ну там отпразднуй, напейся или много не пей. Смотри, как сам пусть и семья тебе не даст сгубить для следующих эфиров твою натуру. Поэтому желаем тебе всего хорошего и лучшим подарком для Владимира Сечкина будет есть его посылки на его имя в описании к этому видео, пройдет на его канал, подпишешься, будете там смотреть видео, ну и заодно и на нас подпишетесь тоже. Завтра у нас будет эфир с уже забыл с кем, а с Арестовичем будет эфир в 22. Мы же перенесли с сегодняшнего дня, так что не пропустите. Владимир, всего тебе доброго и всем пока. Марк, спасибо огромное за это приглашение, всем доброго вечера и раз уж сегодня я работаю, мы тогда решили, что в 23 по Москве и по Киеву мы проведем у себя уже стрим такой про день рождения и про ГУЛАГУНЕТ на нашем канале. Да, вот так хорошо. Покажем. Да, всем пока.